Порой в реальной истории происходят случаи, которые будут пострашнее даже самых страшных фильмов. В течение трехлетнего периода, в середине 18 века, таинственное существо было ответственно за ужасные убийства более 100 человек, живших в небольшой провинции на юге Франции. И в этом выпуске мы поговорим с вами о живоданском монстре. Живоданский зверь напоминал огромного волка. Его описывали как хищника наподобие волка, но размером с корову, с очень широкой грудью, длинным гибким хвостом с кисточкой на конце, как у льва, вытянутой мордой, как у борзой, с небольшими заостренными ушами и большими выдающимися из пасти клыками. Шерсть у зверя была, согласно большинству очевидцев, желтовато-рыжая, но вдоль хребта на спине у него была необычная полоска темной шерсти. Иногда речь шла о крупных темных пятнах на спине и на боках. А зверь явно предпочитал людей скоту, а в тех случаях, когда жертва оказывалась рядом со стадом коров, коз или овец, зверь нападал именно на пастуха, не обращая внимания на животных. Обычно жертвами зверя были женщины или дети, работавшие в одиночку или даже подвое и не имеющие при себе оружия. Мужчины, как правило, работавшие в поле большими группами и способные отбиться от хищника косами или вилами, жертвами его практически не становились. Количество нападений заставляло многих людей думать, что они имеют дело не с одним зверем, а с целой стаей. В отличие от других хищников, он старался не перегрызть шею, а кусал голову и лицо своих жертв. Некоторые свидетели отмечали, что спутникам зверя было подобное ему животное взрослое либо молодое. В некоторых источниках можно встретить упоминания о том, что рядом со зверем один или два раза видели какого-то человека, что заставляло некоторых предполагать, что зверя выдрессировал для нападения на людей некий злодей. Хотя последнее относится уже к мифам. Поражала также и хитрость, и ловкость зверя. Хищник никогда не попадался в капканы и ловушки, игнорировал отравленные приманки и в течение трех лет успешно уходил от устраиваемых на него облав. Все это свидетельствовало о том, что живоданский зверь вовсе и не был безумным хищником. Он отличался исключительным для волка интеллектом, вселявшим в невежественных крестьян уверенность в том, что они имеют дело с оборотнем, человеком способным превращаться в волка. Как свидетельствовал эпизод с почти удавшейся попыткой застрелить зверя в октябре 1764 года, он обладал редкой живучестью, что только подтверждало эти суеверия, что оборотня можно убить только серебряной пулей. Впервые волк дал о себе знать 1 июня 1764 года, когда попытался напасть на крестьянку из города Лангонь, пасшую стадо коров в лесу Миркаур. Существо, напоминающее волка, выскочило из леса и бросилось на нее, но было отогнано быками из стада. Но вот первой жертвой зверя стала 14-летняя Жанна Буле, убитая 30 июня 1764 года вблизь деревни Юбак, недалеко от Лангония. В августе им были убиты еще двое детей, девочка и мальчик. В течение сентября зверь унес жизни еще пятерых детей, в том числе и сына графа де Апше. 6 сентября 1764 года зверь впервые показался людям. Около 7 часов вечера он вошел в деревню Эстрия, напав на 36-летнюю крестьянку, которая работала в саду возле дома. Соседи пытались отогнать хищника от девушки, и он ушел, оставив за собой мертвое тело. И вот начались так называемые годы зверя вживодание. Люди боялись идти в лес и отпускать детей из дома. Крестьяне, у которых не было оружия, выходили за пределы деревни, только взяв с собой самодельную пику. А отправляться в соседние деревни или города они старались группами не менее трех человек. Осенью 1764 года, когда нападения зверя уже приняли пугающие масштабы, на его уничтожение военным губернатором Лангидока, графом де Манконом был направлен отряд из 56 драгун под командованием капитана Жака Дюамеля. Драгуны провели несколько облав в окрестных лесах и перебили около сотни волков. Но поймать зверя им так и не удалось. В октябре 1764 года двое охотников, случайно наткнувшись на зверя у лесной опушки, сделали по нему выстрел с расстояния не более 10 шагов. Выстрел поверх чудовища на землю, но оно тут же вскочило на лапы. Второй выстрел снова заставил его упасть, однако зверь все же сумел подняться и убежать в лес. Охотники следовали за ним по кровавым следам, однако все, что им удалось найти, это растерзанное тело жертвы зверя. Юношу 21 года, убитого ранее в тот же день. После этого на некоторое время нападения зверя прекратились, но ближе к зиме возобновились снова. 25 ноября зверем была убита 70-летняя женщина, отправившаяся в лес за хворостом. В декабре зверь нападал на людей почти каждый день, а 27 декабря было зафиксировано сразу 4 нападения, закончившиеся смертью двух человек. 12 января 1765 года 7 детей в возрасте от 9 до 13 лет встретились со зверем на опушке леса и сумели отпугнуть его, громко крича и бросая в него палки и камни. Видимо, удивленный нестандартным поведением своей жертвы, зверь отошел в лес, но немного позже вернулся и в этом же месте убил ребенка, который в одиночку отправился в лес на поиски своих друзей. Другой известный случай благополучного исхода встречи обычного невооруженного человека и зверя – это противостояние хищника и девушки из деревни Пулак – Мари Жан-Вале. С помощью самодельной пики она смогла отбиться от зверя и благополучно вернуться домой. В настоящее время у въезда в ее родную деревню можно увидеть этот известный памятник. Но такие благополучные встречи со зверем были исключением из правил. Только за январь 1765 года зверь нападал на людей 18 раз, то есть через день. К счастью, не каждое нападение оканчивалось смертью жертвы. 5 апреля того же года зверь напал на группу из четырех детей и убил их всех. К осени число зафиксированных нападений достигло 134, а количество погибших – 55 людей. В январе все того же 1765 года сведения о таинственном чудище, уничтожающем людей в Аверне, дошли до короля Франции Людовика XV. Тогда же король приказал профессиональным охотникам из Нормандии, Жану Шарлю Денавалю и его сыну Жану Франсуа Денавалю уничтожить чудище. Денаваль отец был одним из самых известных охотников Франции, и за свою жизнь он лично убил более тысячи волков. Отец и сын прибыли в Живодан 17 февраля 1765 года, привезя с собой свору из восьми гончих, натасканных в охоте на волков, и посвятили несколько месяцев этой охоте. Они успели устроить несколько массовых облав, крупнейший из которых участвовало 117 солдат и 600 местных жителей. Тем не менее, достигнуть успеха им не удалось, а число жертв Живоданского зверя все больше росло. 1 мая 1765 года Живоданский зверь был все же найден и даже ранен. Но ему вновь удалось уйти от погони. Теперь же граф Деапше, сын которого, как мы помним, был одной из первых жертв этого зверя, лично возглавил охоту. Он, не потеряв надежды уничтожить монстра, проводил в горах одну облаву за другой. Наконец, 19 июня 1767 года крупнейшая из таких облав с участием более 300 охотников увенчалась успехом. Одному из них, Жану Шастелю, удалось застрелить чудовище. Жан Шастель, будучи чрезвычайно религиозным человеком, зарядил свое ружье именно освещенными серебряными пулями и взял с собой Библию. Во время привала Шастель раскрыл Библию и начал читать молитву, и в этот момент исчаще выпрыгнул гигантский волк. Он остановился перед Шастелем и посмотрел прямо на него, и в этот момент Шастель выстрелил в упор, затем перезарядил ружье и выстрелил повторно. Две серебряные пули достигли цели, волк был убит на повал. Впрочем, вероятно, что все эти подробности могли быть добавлены позже, чтобы приукрасить легенду. Осмотр и вскрытие монстра немного разочаровали охотников, ведь, как это обычно бывает, у страха глаза велики. Оказалось, что длина зверя от головы до хвоста всего метр, но в целом животное подходило под описание. Хищник имел непропорционально большую голову с огромными клыками и тяжелыми челюстями. Непропорционально длинные передние лапы, его шерсть была серой, а на боках у основания хвоста располагалось несколько черных полос. Все тело зверя было покрыто шрамами, в правом бедренном суставе оказались три дробины, а в желудке было найдено предплечье недавно пропавшей девочки. Тушу волка возили по всему живодану из города в город, чтобы убедить суеверных жителей в смерти зверя. Затем, набив из нее чучело, доставили королю. Но чучело было сделано очень плохо и начало разлагаться еще по пути в королевский двор. Не выдержав запаха, исходящего от чучела, Людовик XV велел то ли сжечь, то ли выкинуть его. С этого момента нападения живоданского зверя прекратились. Современные криптозоологи дают ему разные толкования, вплоть до реликтового саблезубого тигра. Или даже вымершего в период позднего эоцена, то есть более 40 миллионов лет назад, древнего хищника Эндрю Сарха. Тем не менее, криптозоологические объяснения выглядят крайне натянутыми, поскольку нет никаких достоверных свидетельств о появлении подобных животных в живодане и его окрестностях раньше или позже 1764-1767 года. А как считаете вы, кем же на самом деле был этот живоданский зверь? Пишите свое мнение в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok